В связи с ослаблением противоэпидемических ограничений в Китае продолжается резкий рост случаев заражения COVID-19. Эпидемия испытывает на прочность больницы Пекина. Мои коллеги продолжат тему. Медучреждения в Пекине сталкиваются с нехваткой персонала из-за мощной вспышки коронавируса. Врач больницы Сюань У рассказывает, многие медицинские работники сейчас вынуждены задерживаться на дежурстве. На этой неделе ситуация стала лучше. Пик заражений мы наблюдали 12 декабря. У нас было много пациентов, но мало врачей. Больным приходилось ждать около 3-4 часов. На ожидание в живую очередь они тратили около полутора часов. Мы видим рост числа заражений среди пожилых людей. Большинство из них имеют хронические заболевания. А молодые люди, как правило, выздоравливают быстро. В последнее время число пациентов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет. Но в целом показатель не удвоился. У многих больных зимой наблюдается обострение хронических болезней. Такова тенденция на севере Китая. Я отвечаю за координацию работы. У многих моих коллег была высокая температура. Один врач работал с температурой 39 градусов и ларингитом. Он даже не мог говорить. Я кое-как заставила его взять паузу. Все наши коллеги с энтузиазмом выходят на смену, понимая ситуацию с нехваткой персонала. Я была тронута до слез, когда составляла график дежурств. Около 80% врачей заразились. Многие еще выздоравливают. Но все они продолжают работать. В ближайшие 2-3 недели все наши медицинские работники выздоровеют и вернутся к работе. Тогда снизится нагрузка на скорую помощь и приемное отделение. А затем с потеплением заболеваемость пойдет вниз. Мы сейчас на таком этапе борьбы с коронавирусом, когда уже брежет рассвет, но солнце еще не взошло. Нужно продолжать работать. День победы над COVID-19 точно придет. Как говорят китайцы, весна обязательно настанет. И теперь добавляют, COVID обязательно отступит.